всем привет друзья жизнь движений ну что у нас вроде как первый снег такой сыпанул немного сегодня все растает солнце до 40 температура будет машинки стоят он моя старушка стоит продана вот вовчик с аризоны вернулся синяя волю каскаде новая 18-й год а бадди еще старая у него белая тоже сегодня поедет в рейс подалеку коронадо обсмотр обсмотр всех детали антифриз все как надо hold минимум все как надо держится никуда не уходит только там шланчик надо поменять сейчас масло проверим здесь вот шланг надо поменять так она и капает видно вот она блестит вот этот вот шланчик тут надо заменить его вот это вот она капает здесь сейчас мы сделаем питья и поедем на борман завезем appliance и то бишь холодильники бытовую технику и так далее там гостиницу видимо переделали ремонт или чё там в общем так вот руслан уже там разгружается пораньше поехал хорошо у него полный так так что масло маслица сейчас посмотрим но чистенькая маслица какой у нас и прям таки по левелу хорошо хорошо масло у него чистенькая мне чё нравится 600 сколько 70000 пробега нормально водичку надо лить кончается как раз сейчас надо стекла мыть а воды нету ну шо ж поделаешь зальем значить вот такие вот дела всем хорошего настроения крепкого здоровья отработать эту зиму до весны вот давайте ребята жизнь движений был занят с переездом как вы поняли кто следит за движением так что особо много времени не было на дальнобой но у меня жизнь движений канал называется жизнь движений и жизнь простого дальнобойщика просто без пафосов без понтов без всякого простого дальнобойщика такая жизнь простого дальнобойщика работа дом семья уют в семье все это делаешь стараешься вот так что для семьи семьей жить жизнь здесь на земле один раз только дана земная вот а есть у нас еще вечная жизнь на небе вечная жизнь на небе только там будет уже так разделение кто выбрал ад а кто выбирает рай вот все с богом едем заводиться сейчас будем счастлива всем то трак траки кто-то был сам первое конечно то сидение сижу дым учу мне солнце светит вот это вот поднято было бы это тоже было поднято вот теперь мне солнце светит я и плохо вижу когда что-то печатать и вообще мне на классиках и на моем том дидане кто смотрит кто знает о ком речь идет и дан у меня тоже классика дома у меня всегда отпущены солнцезащитники это классика все персолнце не мешает видимость хорошая получается ну что у него стекло не как там уволю хотя уволю вы самые самые что на ней из плохие солнцезащитники это самые плохие на волю а короткие маленькие руку подставляешь все время стекло не знаю то ли больше то ли вроде не больше но очень плохие то вот как то так вот сейчас сижу нормально вот солнце закрывает как раз как она поднимется выше уже мешать мне не будет кто-то кто-то что-то не знаю здесь поднимал эти самые солнцезащитники сейчас посмотрю посмотрю какой малыш я записывал 672 303 а там 314 вот и малыш сбился и так сказать вот кто-то куда-то брал трак они не пойму куда и зачем ничего не знаю такие вот дела так а вот и пчеловоды едут наши кажется это мой шурень и 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 Движняк Хорошая сегодня погодка Собрались в Спакен ехать Жду родителей сейчас Проедем в Спакен Там есть мероприятие Хорошая Пригласили Хочу их тут встретить Оставить одну машину Поедем Испытаем Тойоту Королу Сестренки Сестренки купили Грязные правда Еще как купили И даже не помыли Некогда было Сестренки Кристине Приобрели Вот такие вот дела Так что Испытаем ее Да она хорошо едет Она хорошо едет Тойота Мягко идет Хорошо О Приехали Что-то они не решили Все на Привусе ехать Не пойму почему Решили Мазду взять Родители мои Так друзья Всем привет Вот я нахожусь в отеле В таких вот узких местах Сейчас мы сюда Классно тут много места Сейчас мы сюда заедем Нам надо в Бейчу Вон в ту дверь Вот Хорошая погода Сегодня Вчера ночью Проехал перевал Было все хорошо Переночевал Выгрузился Сейчас приехал сюда Не знаю что за груз 3000 паунтов Может даже и небольшое Заказали вот такой трейлер Так что вот нормально Остановился Сейчас назад сдам Заеду в компанию Вот Друзья Всем желаю Хорошего настроения Праздничного Вот Рождество Предближается Уже вот Скоро 25 Будет Так что Всем Всем Хорошего настроения Позитива было больше Негатива меньше Ну сейчас Вот Таким вот Макаром Сейчас тут Отстадим назад И Заедем туда В ту компанию Похоже Вот эти агрегации Буду брать Я так и знал Что Какие-то Агрегаты Когда Пишут 3000 ЛБ Там Что-то Такое Писали Я так и понял Что-то Какие-то Агрегаты Будут Агрегаты Не Такое В Друзья, загрузились мы и поехали. Чего-то на меня не заехал. Писалится. Чего-то осталось. Чуть-то не заехал, а чуть-чуть думает, не понимаю вообще. Пател. Жан, Пател. Вороны, вороны летают, вороны летают. Так, пешеходов пропустить. Пешеходов пропустить. Четырестопятка прямо. Чего-то прямо. Где я там прямо проехал, интересно. Мне показали, что сюда поверну. Вот такие вот дела. Выйдем на четырестопятку и потом на девяностку. Посмотрим, куда-то доедем. Может, что-то перекусим где-то. Голова сегодня болит с утра. Такие поворотики классные идут. Подоставку паузы снес. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Крус на Орегон Ну это наши места, мы тут куда постоянно ездим На дальняк пока что не выезжал Все никак со временем не совпадет Со свободным графиком и так далее Но мог бы этой неделе и поехать Конечно вот Я даже как-то говорил Давай будет Юта или что там До Рождества так сказать Ну ничего, здесь и по околу нормально В принципе Как для меня, ну для компании тоже надо Стараться, чтобы Заработок был Но самое главное, что мы без работы не сидим Ни компания, ни мы Как-нибудь потихонечку Прорвемся Лишь бы с голоду Не умерли А мы разве можем здесь с голоду умереть? Пока что вроде бы здесь Хлеб хватает, слава богу Он дает Вот Как кто-то сказал Какой-то блогер сказал Еще В Америке, по-моему На его взгляд Никто с голоду не умер Не знаю А может даже за всю историю Америки Когда она голодала Никто Надо историю поднимать, искать Может где-то кто-то умер с голоду Где-то остался Застрял Потерялся Вот А так В принципе здесь не дают с голоду умереть Ну сейчас, конечно, начнется трафик Это Чтоб не было трафика здесь В ЛМЮ В районе Это редкость Конечно, трафик будет Дороги не самые лучшие Дороги не самые лучшие Субтитры делал DimaTorzok Дороги не самые лучшие Машина пока нормально Идет, все хорошо работает Пока все отлично Кое-где там еще подтекает Ну, там некоторые патруки Поменяли В общем, все вроде бы Пока нормально Корона То в бою, короче Вот Такой прекраснейший Вашингон Елочки строгенько стоят Травка всегда зеленая И мы так Двигаемся в сторону Гона Кто хочет ехать по экспресс-полку Пожалуйста, 75 копеек А нам зачем? Сейчас трафика нету Нам зачем туда ехать Все близкие Ужимая Ужимая Что на этапе var Ужимая Идет Под imp concerned Выжимая Где крылья Ужимая в Выжимо Иногда есть что рассказать, говорить, а вот иногда просто вот, в принципе, как информация особо важной такой нету и вот просто, просто снимаю простой дальнобой. Как еду, так снимаю дорогу, машины, вот, так что, как дядя Паша говорит, кому интересно смотрит, кому не интересно, всегда есть кнопочка, нажал и удалился, вот, или промотал, так что вот как-то так. Так, ну что ж, следите за движением, ребята, может быть где-то еще. Засниму какой-нибудь ракстапик сегодня, может заеду где-то перекусить, все-таки время есть. Сегодня среда, так особо сложный дел. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, вот и Bellevue Bellevue, Вашингтон Субтитры создавал DimaTorzok Строят, строят мосты. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Выходим на 90 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Погода отличная, перевал полусухой Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ой, давно такой сухой перевал уже не был. С момента, как начались снежки, дождики, ну, открыты канатки, открыты. Да, все, сегодня классный день для лыж. Яхту кому-то везут. Это почти конец декабря. Ну, еще будет снег. Еще тут будет снег до начала марта. Да, еще будет снег. Субтитры сделал DimaTorzok С легкими грузами хорошо ездить. Спокойно спускаешься. С легкими грузами. А вот и спустились я в самый низ. До озера, так сказать. 41, да? Точно. И у меня 41. В траке показывает. И тут 41 тоже. Таких сильных морозов еще не было, что озеро даже не заверзло. Тракстаб в Эйландсбурге такой самый такой добитый. Дороги очень такие разбитые здесь. Вот так потихонечку выезжаю. Я перекусил так. Сосиску взял. Что-то когда взял перекусить и забыл, что я начал дальнобой снимать. Сказал, что на тракстабе покажу, что к чему. Ну вот, хотя бы чуть-чуть отрывок, как я отсюда выезжаю. Вот. Такие ямки. Да, уже люди стоят. Запарковались. Как раз сейчас. 30 минут будет. И будет у меня брейк. Еще надо постоять 2 минуты. В общем, неприятные новости пришли только недавно. Наши ребята, не знаю, может это 2 русских человека, может один. Но одного точно знаю, что русский в Монтане разбился сегодня. Вот. Жаль очень, конечно. Очень жаль. Гололед был там, что-то, какой-то тракт, флагбэ доски разбросал. Ну, в общем, и попал аварию. Неприятно. Поэтому нам надо быть очень осторожными, предельно осторожными. Но когда гололед, там уже трудно как-то справиться с машиной, с управлением и так далее. Так что, ребята, храни всех Господь. Вот. Всегда в рейс, когда вы езжаете, переживайте за себя, не только за семью. И... Чтобы все было хорошо. Вот Swift сейчас никуда повернет. Давай назад. Тут же сайн стоит. Last turn. Он сейчас никуда повернет, там нету заезда на тракстол. Ну, сзади машина. Да, догадался. Я тут стою, что не видишь, что ли? Вот сюда и заезжай. Да, давай, давай, Swift. Заезжай сюда. Это не в меня, конечно. Вот так вот. Телефон в руках держит, за что уже можно было бы ему выписать. Телефон в руках держит и не может попасть на тракстол. Все, мы можем уже выезжать, в общем-то. Минута наша закончилась. Вот. В общем, по традиции я заехал сюда. Взял эту сосиску. Monster Dug называется. Хорошая. Мне нравится. Кому как, а мне нравится. Кто блогеры или ребята, кто смотрит здесь, местные подписчики мои. Заезжайте в Эллансбург, берите. Нормальная сосиска. Поел ее и все. И чувствуется, что что-то в животе уже там лежит. И успокаивается, устраивается, там все на переработке. А мы держим путь. Наш прекраснейший тройситер. Походим на 90. Походим на 90. Ну все, попчалися. Коронадо. Какое же оно красивое, а? Солнце встает. Какое же оно красивое, Пасква. Вашингтон. Вашингтон, штат. Прекраснейшее место на планете. Земля. Едем на работу. Едем на работу. Тут машины едут. Надо пропускать. Летят, 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 летят. Такая влажность с утра. Был, наверное, туманчик немножечко. Такая влажность. На морозе нету, дороги не скользкие. Но красиво, конечно. Такое вот утро. Четверг. Декабрь. Конец декабря. Окна запотевшие. Что ж, сегодня мы разгрузимся. Вот, что-то загрузим. И еще пятницу поработаем. Ну, сегодня и пятницу. И там уже будут, будет Рождество. Ну, это вот мы проехались в таком вот... Север Паско. Здесь в основном фермерская такая, сказать, атмосфера, зона. Больше полей и дома такие все, ну, частные, фермерские. Как правило, вот, фермер возле своих полей. Но и не только. Есть, например, дом, который мы купили. Он не принадлежит фермеру. Он просто купил когда-то землю в этом районе. И просто был человек, обычно занимался по строительству. Вот, делал такой текстур, называется. То есть, вот, по-американски такой стандарт. Это вот, разбрызгивают такую вот, как сказать, жидкую, так, штукатурку или побелку такую жидкую с пупырышками, так назовем ее. Вот, называется текстур. Ну, такая у него была компания. Он этим занимался, делал большие проекты. Поэтому у мужика денег было предостаточно, чтобы в свое время выстроил такой дом. Вот, такой участок взял. Сейчас мы проедем один домик, который продался за 300 тысяч недавно. Сейчас мы проедем тут. Не знаю, сколько здесь земли, но вот этот вот, голубовато-синий, с белыми окнами, я так понял, что он продался недавно совершенно. Может, этот кусок у него земли вот отсюда, вот, не считая этого поля, вот. Вот это вот с этим, вот это 300 тысяч домик. Небольшой. Может, этот гараж принадлежит, но гараж вряд. Вот, так что, вот, примерно такие цены. Вот, с черешневый сад проехали. В общем, вот так вот. Дома, конечно, да. Цены не падают, в принципе, особо. Но, тем не менее, вот такие вот расценки. Да, опасно, опасно. Он его, конечно, обгоняет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ох, как опасно. Вот, людям делать нечего. Уже с утра пораньше спешат наделать беды. И так неприятности были вчера, позавчера с этими акцидентами. Но не моими, но моих друзей, родных товарищей. Вот. Так что так вот. Вот, примерно вот такая. Здесь что-то выкорчили. Значит, земля продается. Что-то 7 миллионов, что ли, там было написано. Хотят. Что-то делают, короче говоря. Тут вот. Следите за движением. Всем благополучия, мира, добра, любви и счастья. Груз. С утра вот проверяем. Вроде все нормально. Все затянуто. Вот. Короче. Вот такие вот дела. Все хорошо. Это было все. Свободного места было. Вот это. Вот это называется был паршал. Если так разобраться. Кто занимается паршалами. Вот это вот. Как паршал. Пойдет. И цена у него тоже как паршал, в принципе. Хотя для этой эрии, как и фуллоу. Сила нет. То есть, считай, здесь еще 30 фит осталось. 30 фит еще можно было бы дабл стак сюда напихать. Коробки легкие. Какие-нибудь. С бумагой. Сивень прямо говорит, да? Поедем туда. Что там? Такая компания какая-то серьезная, большая. А, вон там триллера уже видать. Вот сюда, значит. Да? Ну, места много. Сейчас остановимся. Короче, вот выгружаюсь. Вот уже одну, 1мпис выгружают. Короче, похоже, здесь компания горчица. Так пахнет. А не похоже, горчица здесь или семена у них, или у них здесь готовая уже горчица, такая паста в жидком виде. Что-то в этом роде. Ну да, вон у них баночек, куча, короче, вон желтых. Вот. Так что, так что такие ла-нила. Выгрузимся и поедем далее. Груз готов на Канаду. Дельта Би-Си идет. Вот. И вот у него уже даже документы готовы через границу. Такое, парс-намбер, все такое. Я раньше возил груза на Канаду. Сейчас уже покруче, отдельно бумаги делают. И уже. Ну, парс-намбер вроде бы тоже наклеенный, да, наклеенный. Да, вот такие вот дела. Так что, майонез и кетчуп здесь. Вот так вот. Может, когда-то и мы заберем этот груз. Андрей, смотри отсюда груза сухие вот. Куда-то идут они, может, по Америке тоже. Вон на Пьюалу. Вон, пожалуйста, Пьюалу есть. Оттачивает. Дерево убрали наконец-то. Спилили. Давай-давай. Давай-давай-давай. Ай. Что-то он решил. Останется нормально. Ехал, решил остановиться. Фи-фи-фи-фи. Сейчас Ловка отъехал, он заедет уже. Нормально, нормально, нормально. Вот так вот с классиками тут. Открутить, вертеться. У Руслана на один фит еще больше меня по осям. От передней оси до последней. У него 25 фитов, а у меня 24. О, стой.